Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 28 августа понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, у нас новая торговая неделя. Давайте посмотрим списки важных новостей на эту неделю. Выбираем недельку, выбираем фильтры в виде трех бычков, либо трех звездочек, обновляем. И получаем этот самый список. Итак, сегодня в Великобритании, друзья мои, банковские каникулы. Завтра, завтра по баксу индексы потребителей очень хорошо открыты в АК-шке на рынке труда в 17.00. В среду у нас предварительные нонфармы и очень много новостей по доллару. В четверг, в четверг 15.30 базовый индекс расходов и базовый индекс L расходов номер 2. И в пятницу, в пятницу у нас нонфармы. Что странно, раньше, если первая пятница месяца попадала на первое число, либо наоборот, первое число попадало на первую пятницу месяца, то нонфармы переносились на следующую неделю. Сейчас, друзья мои, это не так. Поэтому мы с вами находимся в нонфармовской неделе с предварительными нонфармами и так далее. Поэтому волатильность будет, я думаю, повыше. Давайте посмотрим, что можно попробовать на графиках. Поехали. Итак, начнем мы с золота и начнем мы с недельных сетапов price action, либо анализа японских свечулик на недельном таймфрейме, друзья мои. Прошлая неделя на неделях, а такое может быть, закрылась, друзья мои, недельным поглощением. И это произошло на минимуме, ну можно сказать, квартала. Ну то есть пробили лая и как бы резко вернулись. Очень хороший знак для тех, кто верит, что золото должно стоить очень дорого. Если мы погрузимся в аж четвертый таймфрейм, то мы увидим, что те, кто торгует сломы, в пятницу должны были зацепиться в ланги с очень-очень хорошим потенциалом. И сейчас могут находиться в прибылях, прибылях. Я чертил эту зону еще в пятницу и знаю, что многие трыдунята сюда запрыгнули. Поэтому как минимум обновление вершины можно ожидать. Что касается евро-доллара, на недельках у нас шаблончик. Кинем чистенький. Недельки у нас закрылись не так весело, как по золоту. Но следует отметить, что еврик упал в недельный слом. И это происходит уже второй раз. Я глаголил о том, что похоже, что инструмент находится вот в таком ланговом канале. И вы, дорогие мои трыдунишки, должны напрячь свои ланговые таланты для того, чтобы подыгрывать в ланги от нижних границ этого диапазона. Кто воспользовался моими непутевыми идеями, те уже с пятницы могут находиться в шикарнейших плюсах. А кто нет, у тех есть еще возможность это сделать. На четвертом таймфрейме видно, что трыдунята чувствуют, прям чувствуют этот каналчик. Что любопытно? Любопытно то, что потенциал, конечно, большой пятница. Пауэлл у нас, конечно, дал дрозда, но этот дрозд был очень странный. Перед выступлением был заброс наверх, кстати. Тест вот таких вот интересных сломчиков упали вниз. Вроде как было обновление на лоях, но не у всех брокеров. В общем, очень странно, пятницу вообще откупили и сейчас болтаемся внутри диапазона. А сегодня, я знаю, ребята у нас выторговывали вот этот слом и те, кто зацепился, уже от Take Profilis. Уже от Take Profilis, то есть сломчик, импульс, откатик, трешечка наверх. Все это хорошо, но можем подвалить вниз, друзья мои. Если эта зона, в которой сейчас болтается евро-доллар, пробьется, давайте уберем эту кибернечисть. И если пройдет вот такая инициатива, и если она еще произойдет, не дай бог, под эти лоя, то у нас тенденция поломается и надо будет шартюкать, друзья мои, именно от этой зоны. И тогда при стопе примерно в 200, вы можете рассчитывать на 350. Но для этого нужно, чтобы вот эта шартовая инициатива произошла. Пока ее нет, мы можем просто фантазировать о том, куда это все пойдет. Пока вот этот слом держит, у нас тенденция с окончания выступления Паула находится бычья. То есть у нас есть минимум, у нас есть максимум, еще один максимум. Ну, грубо говоря, есть какая-то вот такая бычья тенденция, вдоль которой можно тралить этот инструмент, если вы случайным образом зацепились в ланги. Каких-то особых целей по евро-доллару нет, друзья мои. Можно, конечно, натянуть на уши какой-то вот этот вот, вот эту площадку. Можно искать где-то счастье повыше, но пока этот инструмент не дал нам на хороших целях для охоты за стопами. Переходим к доллар-канадцу. Этот товарищ тоже подзамерз на своих хаях, до которых может дотянуться. Разворотных конструкций пока нет. Недельный таймфрейм ничего пока не говорит. Рост идет уже первую, вторую, третью, четвертую, пятую неделю подряд непрерывный. Фунт к доллару. Фунт к доллару, как обычно, фунтик у нас отличился. Этот слом такой же, как у евро, не удержал. Откатывает назад. Была хорошая такая шортовая инициатива. В общем и целом, недельные таймфреймы. Ты у кого-то сделки проверял. На прошлой неделе мы играли на понижение, дабы обновить вот эту площадку. Фунтик не подвел, не подвел и рухнул, подрухнул. Но напоминаю, история такая же, как и по евро-доллару. То есть у нас внизу есть такой вот мощный плюс-минус два локтя по карте слом. С шортова на лонговый и фунтик сюда прилетел. И в принципе я не удивлюсь, что эта вся обычная тенденция может продолжиться. Но может быть не так красиво, как в евро-долларе в канале. Но в общем и целом похоже. Что касается мелких таймов. Что у нас сейчас есть? Пока ничего любопытного. Новостной бар у нас расторговался вниз. Слоя были обновлены, вернулись назад. И в принципе все, что сейчас есть у покупателей. Это вот этот лонговый импульс, который продлился с конца пятницы до открытия Европы. Если он удержится и даст перехай, это уже будет давление на хая. И может привести к развороту тренда. Что я думаю по выступлению Павла. Выводы по его речам. Мутным. Так как обычно у него все происходит. Я не хочу анализировать его дурацкие, на мой сугубо некомпетентный взгляд заявления. Потому что я считаю, что они делаются специально для того, чтобы запутать тридунишек. Либо аналитиков, либо им сочувствующим. Все, что мы видим, то что была провокация. То есть прям перед выступлением импульс наверх. И дальше валили и валили всю сессию вниз. И собственно сейчас болтаемся в середине диапазона. Если бы это все, вот эта шартовая вакханалия произошла где-то наверху. То можно было говорить о том, что там Павелл, там тренд развернул. Но это все находится как бы слегка хрен знает внизу где. И то же самое происходит и по евро, и по другим инструментам. В которых доллар находится в качестве котируемой валюты. То есть можно предположить, что этот денек по пятнице, он ведь не был, ну скажем так, таким волатильным от начала до конца сессии. То есть рынок не падал и не рос. Обратите внимание, что вот в этой точке у нас день пятничный открылся. А вот в этой точке он, друзья мои, закрылся. То есть фактически, если бы вы купили, либо продали и в пятницу закрыли позиции, вы бы ничего не заработали, ничего не потеряли. А какая была бешеная волатильность? Спрашивается, кому это было нахрен нужно на таких лаях. Но я думаю, наверное, не для тех, кто продает в этой зоне. А теперь представьте, что вы тут нашартили, вот и рынок никуда не ушел. Ваши действия, скорее всего, вы просто нажмете кнопочку классы и ордер. Так сделает еще несколько тысяч человек и рынок может развернуться. То есть вот эта вся шартовая инициатива, которая прошла на Пауэлле, она не продолжила шартовый тренд. И что-то мне подсказывает, что, возможно, это его точка. Ну, судя, допустим, по нижнему каналу евро-долларе, судя по фунту, который расторговался внизу, и эти лая, по большому счету, у него были, скажем так, июньские, они были пробиты еще до новости. То есть новость, по большому счету, никакой работы не совершила. Но при этом, при этом фунта есть очень заманчивая цель, и наверху, которую он оставил. И я вообще не удивлюсь, что мы через какое-то время сюда прилетим, и все скажут, что Пауэлл остановил падение инструментов, либо остановил укрепление доллара. Понятно, что говорить об этом рано, но цели есть, в отличие от евро-доллара, они есть, они находятся от текущих ценчиков, друзья мои, на расстоянии, ни много ни мало, почти 2,5 косарика. Доллар-иена. Доллар-иена закрыла прошлую торговую неделю очередным ростом, переписав еще раз экстремум. Все это находится, друзья мои, в зоне невероятного обвала инструмента, виновником которой, возможно, является Банк Японии. Но в этой зоне пока он себя не проявляет, я думаю, просто собирает элемент неожиданности в этой зоне, для того, чтобы, собственно, обвалить опять. Потому что то, что мы видели вот здесь и вот здесь, это однозначно проделки японцев. Для того, чтобы лонговать, либо продавать этот инструмент в том числе, лучше использовать, конечно, аж четвертые сетапы, потому что инструмент очень волатильный. Обратите внимание, мы работали на повышение по этому инструменту в этой зоне, брали вот эти импульсы все. Он неплохо, неплохо стоит на четвертых сломах и даже последний, крайний, скажем так, раз вот в этой зоне прям удержал свой лонговый слом и дал невероятных, невероятных 7000 пунктов. Вот так. Поэтому, если вы прям вот хотите знатно зашертюкать этот инструмент, используйте аж четвертые сломы, которых пока нет. Что касается моей боли австралийского доллара. Давайте с неделек начнем. Я продолжаю верить в дурацкую идею о том, что инструмент должен вырасти. И он должен вырасти ни много ни мало, аж на 5 от нынешних ценничков 1000 пунктов, по моему сугубо некомпетентному мнению. Инструмент оставил площадку на хаях, я думаю, что он к ней вернется. Что на нашей стороне? На нашей стороне бог, да, и, естественно, слом, который произошел в сентябре месяце вот в этой зоне. Вы можете сказать, что слом был тестирован и правильно сделать, рынок от него не пошел. И все мои лонговые фантазии, по большому счету, ничего не значат. Но присматриваться к лонгам как бы можно. Можно, и я сегодня аккуратненько попытался купить. Сейчас вот, по большому счету, при своих от вот этого слома. Он прям неохотно, неохотно не удержался, немножко подрушился, но лоя не пробил. Поэтому, если инструмент будет ломаться, присмотритесь к лонгам. Есть сейчас вот новый лонговый слом. Все это на пятнашках, понятное дело. Все это маленькое, но может зародиться. Интересная тенденция. Мы можем влететь вот в этот слом, отскочить в этот и попытаться еще раз здесь купить. Уже под вот этот слом, возможно, начнется какая-то нормальная тенденция. Это будет вторая точка, и мы увидим зарождение лонгового тренда. А может быть и нет. Напоминаю, на кону 5 косарей. Вопрос рисков, как вы ними распорядитесь. Что касается доллар-франка. Этот ленивец отработал все наши зеркальные уровни. Те, кто набирал его в лонге на падение, невероятно счастливы. Потому что инструмент дает заработать и прощает множество ошибок. Начиная от этого инструмента и дальше все кроссы, мы рассматриваем исключительно в рамках сеточного метода торговли. Если инструмент обновить снова лоя года, будем работать на повышение шагом не менее 500 пунктов по никому непонятному пятому знаку. Канадец Франк давил-давил-давил на лоя, продавил их и закрыл денечек пенбаром. Ну и собственно и недельку тоже. Это все, друзья мои, очень странно. Очень странно. Инструмент чувствует себя очень-очень печально на лоях и перестает уже не то, что там давить, а даже дает ложные пробои. Что может произойти? Может произойти хороший импульс наверх. Очень хороший. Видно, что очень тяжело этому инструменту, но опять же трейдить его лучше в рамках сеток. И если вы зацепились здесь одним ордером, то дай бог вам здоровья. Шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Так, профит у вас должен быть первой тысячу. Канадец иена. Пока не растет, не падает. Меня интересуют ценнички только выше вершины до 2022 года в рамках сеточного метода торговли. Шагом не менее 1000 пунктов, потому что здесь есть иена. Франк иена. Прям уже не может, хочет упасть. Сделал уже две площадки. Не зря это все происходит. Если опять же японцы напрягутся, то франк иена посыпется и наконец мы закроем свою швартовую сетку в плюс. Ауди Кат. Ауди Кат болтается внизу. Жду инструмент ниже 2022 года для набора сетки лимитных покупок. Новозеландец-канадец та же самая история, но гораздо ниже. Новозеландец-франк, обратите внимание, начал приостанавливаться на своем падении. Уже пошли прям пин-бары, всякие остановочки. Хорошая лонговая коррекция ему не помешает для закрытия нашей лонговой сетки. Шагом не менее 1000 пунктов, но вы уже помните. Австралиец-новозеландец пока спит в диапазоне. Мне интересует его граница, докуда он не дошел. Так, почистим нефть. Нефть нас на прошлой неделе покормила шортами и очень качественно это произошло. На моем любимом А4 таймфрейме. После хорошей шартовой инициативы откатили под хороший сломчик выше 50 по FIBA и ударили в площадку. Все как доктор прописал. Сейчас рыночек откатил. Есть, конечно, небольшой лонговый слом. Кидали в него пин-бары, откупились. Это очень хорошо. Но в отличие от предыдущей ситуации у нас нет площадки, зачем нам охотиться. Так, биткоин. Биткоин не хочет расти, не хочет падать. Вообще ничего не хочет. Стоит на своем 26-м, скажем так, уровне. Давайте откроем недельки. Видим чистенький шаблончик. Посмотрим, посмотрим. Прошлая неделя маленький-маленький пин-бар. Наверное, наверное, все это пробьется. Потому что очень близко к этим лоям. Находятся те, кто покупал от импульса и находятся еще до сих пор в нем. Ну, в принципе, можете попробовать. Соотношение здесь очень хорошее. Кто купил от импульса с откатом при стопе в 600, у вас в 10 раз выше тейк-профит должен быть. Может пойти, конечно, от этой зоны. Но пока какая-то печалька. Но вы знаете, крипта летает. Может бахнуть в любой момент. Доллар-рубль. Доллар-рубль продолжает свой победоносный рейд к соточке. Ничего здесь пока не меняется. Недельки показали, что словесные интервенции работают, но недолго. Что касается американского фондового рынка. Наздачок закрыл прошлую неделю пин-баром шортовой тенденции. Оттестировал уже дневной слом. Я надеюсь, что продолжит дальше падать. Индекс доллара знатно откупился. Не было покупок на лонговом сломе. Пока ничего интересного по этому инструменту нет. Идем дальше. Из больших красов меня интересует евро-ауди, который, кстати, отработал. Надо эту идею сегодня скинуть. Отработал зеркальный уровень. Надеюсь, вы здесь подзаработали. Если нет, на повторном тесте фиксируйте сетку продаж. Евро-франк нас интересует только минимум ниже 2022 года. По большому счету все. Ну, серверочек гляну. Серверочек удержался. Если пройдет вот этот слом, то серебро пойдет в ту зиму. Что касается ответов на вопросы на YouTube-канале по пятничному видео. 10 комментариев. Поехали. Дождались цели по площадкам. Мнефть дала профит. Все отлично. Ядов. Подлохматился на платине. Коин плохо себя чувствует. Да. Так, Андрей, едьте на юг отдыхать. Уже был, надыхался. Больше не хочу. Так, Андрей, вы все зарос золото. Тренд нисходящий на дневном и с четвертом графике. Не согласен. Потенциал миллион пунктов по 555-му знаку. Да. Напоминаю, друзья мои, что в пятницу вышел мой очередной мастер-классик по трейдингам, который вышел под номером 88, который называется объем позиции. Объем позиции. Как рассчитать, как лучше торговать процентом от депозита и настроить это все в симуляторе. Посмотрите обязательно. Дело в том, что можно очень существенно приращивать депозит, если вы плюсуете. И сохранять его, если вы не плюсуете, либо минусуете. Это очень удобная история. Вот. И я пообещал предоставить трейдерской общественности ботика. Ботика, который это все делает уже в реале, либо в демке, где вы любите почувствовать финансовую независимость. Пока здесь я не давал об этой информации, но я ее дам, скорее всего, в телеграм-чате. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Тайм-коды, почта, которую я не читаю, открытый телеграм-чат, где мы общаемся по трейдингам. Здесь идут уже более 500 человек, из них 1-2 забанены, как обычно. Также есть партнерская программа «Моя с Инстафорекс», через которую вы можете получить массу полезностей для себя. Во-первых, вы можете вообще не платить свопы. Это очень удобно, если вы удерживаете позиции в долгосрок, либо средний срок. Как правило, это сеточники. Не платите свопы брокеру, друзья мои, через мою партнерку. Также вы можете торговать с очень малыми спредами. Это удобно для тех, кто торгует внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. Вопрос вы можете задать вот в этом телеграм-чате непосредственно мне. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok